Ну что, чудес не бывает, не бывает. Видно, что вы знали, что команда классом выше, команда классом выше. Не просто так они дошли до полуфинала Кубка России, но все равно, все равно, ребят просил быть более внимательным, особенно к стандартам, и больше и уделил внимание на установке стандартам. Но, к сожалению, чуть-чуть, опять наша молодость, где-то чуть-чуть не доработали, получили два мяча со стандартов. Ну а в целом, ну что, на данный момент, с этой ситуацией, которой мы владеем, что ребята могли максимально, они старались. Да, первым таймем я чуть-чуть, в перерыве немножко поговорил, немножко с ребятами чуть-чуть на повышенных тонах, кое-какие моменты есть. Если когда не хватает мастерства, надо брать желание, желание надо. Но, к сожалению, в первом тайме такого сильного желания, чтобы это что-то, я не любил, ребят. Во втором тайме поменяли немножко, но, ну, еще раз повторяю, команда выше класса. Поэтому, естественный результат. Спасибо. Коллеги, вопросы? Пожалуйста. А нашего занятоска, где за днем, Валентин Викторович говорил, что ведет переговоры с потенциальным спортом, вот уже есть какая-то язычка, может поможете нам доиграть сезон, возможно, в будущем? Ну, нет, Валентин Викторович сегодня заходил, да, перед игрой, перед игрой заходил. Ребята вам сказал, что переговоры продолжаются, продолжаются. Ребята, видите, понимаю, спасибо, вышли, играют, работают, верят. А пока результатов, пока мы еще не видим. Ну, руководство работает. Как здорово двух ребят, которые покинули поле, Мартин Ахтопс и Ауман, Марухон, у нее тоже травмы? Да, Резван вышел сегодня, мы, почему я его и заменил, надеялся, все там, и медицинский штаб сделал максимально все, чтобы Резван, но, видимо, старая травма еще не дает, не отошел от нее. Я говорю, где тонко, там рвется. Александр Петухов, температура 38 с половиной вчера, то есть важный игрок в нашей команде, очень важный игрок. Резван, сейчас по Женьке, ну, там очень сильный ушиб в бедро, как, что, как, но я думаю, что до Сахалина должен отойти. А по Дену Викторову вопрос завтра будет ясен. У него голеностоп, и это тоже у него свалимая травма, это вот у него голеностоп как раз, и он как раз его чуть-чуть слегка подвернул, как будет, это все завтра будет видно. То есть, все набирается, набирается, ну, ничего, это я говорю ребятам, работайте, это все в копилочке, все это, опыт ваш, опыт. Все, спасибо. Последний вопрос, да, пожалуйста. Вы занимались с Сахаленом, не опасайтесь, чем только качество отзабирать команды, не опасайтесь, что у меня на дороге рапорта может быть там попросить команды? Не понял, а что дорога? Дорога на Сахален. Поскосить команды? Дорога? Да, нет, что подкосить, что-то нормально, что-то. Летали же в этот, в Хабаровск. Ну, там на час больше. Да нет, подкосить нет, ребята. Ну, даже пример явный такой, если у нас у двоих ребят по три желтой карточки были, они могли спокойно получить четвертую и не лететь с Сахалена. Они это не сделали, они просто отработали, честно, и все. Поэтому нет, нет, на команде настроили ребята хорошие. Просто нам чуть-чуть, нам не хватает, естественно, молодые ребята. Нам половины команды, конечно, еще пройти вторую лигу, вот, пройти. Потом, а если ты сразу в пекло первой лиге, а все-таки здесь уровень хороший. Еще раз говорю, газовик доказывает, что первая лига у нас это не просто так, а крепкие команды. Поэтому нет, все нормально будет. Спасибо, спасибо. Спасибо.